Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире, как обычно в это время, программа «Двое плюс один», с нами Виталий Ханихоев, Александр Иванчиков и наш голос. Плюс один. Плюс один голос. Сразу могу сказать, что мне не дали вести эту передачу, то есть с самого начала я просил, дайте мне хоть раз в жизни открыть передачу, но нет, вот право первой ночи. А вот те передачи, которые не вышли в эфир, ты их и открывал. Поэтому тебе дают право. Что у нас сегодня по плану? Обсуждение тех новостей, которые вы, возможно, не заметили, но они напрямую касаются каждого из нас, а главное, в конце программы Виталий попытается подвести мораль под все это дело. Но мы ее вырежем. Да. Но мы эту мораль вырежем и, скорее всего, мораль подведет Виталию. СМЕХ Итак, начнем с самого главного, что касается всех мужиков планеты. Красноярские эксперты забраковали большинство мужских носков. Это вообще как? Есть какие-то эксперты? Какие вот есть? Вообще, мне уже жалко красноярских экспертов по мужским носкам изначально. Мне кажется, это не профессия мечты все-таки, да? А ты кто, да? Вот ты там на балу там сидишь, да, вот такой рядом, девушка такой, извините, а вы кем работаете? Вот как-то да, а я красноярский специалист по носкам. Я носковой сомелье. Носкомелье. Носковед. Носковед, да. Ну хорошо, а почему забраковали? В общем, объясняю. Я знаю почему. Они злые на весь мир из-за выбора профессий. Не-е-е. Специально бракуют. Красноярский центр стандартизации и метрологии. Выглядит, что разные размеры? Необычу. Забраковал по итогам проверки семь из девяти пар мужских носков. Сначала носки прошли испытания в двух аккредитованных лабораториях. То есть мало испортить жизнь самим, а не аккредитованным лабораториям. Причем, подождите, одна из этих лабораторий, собственно, Красноярский центр стандартизации и метрологии, а вторая Челябинский центр. Нет, про Челябинский я даже не сомневался. То есть, ребята взяли весь цвет вот этих носковедов и носкологов. Мировозные. Российские, да. Продукция исследовалась по химическим и биологическим показателям безопасности, определялся состав, а также устойчивость к истиранию. В ходе лабораторной оценки выяснилось, что пять из девяти образцов не соответствуют требованиям по биологической безопасности. Челябинский мужчина настолько суровый, что носки плавились. По биологической безопасности. Короче, краска с них стирается. А, краска стирается. Да. На ноги. А потом через некоторое время, не надо носить носки, они уже покрашены ноги. Все же уже, господи, зачем надо-то это все? Ну, они как бы тем самым. Так, большинство исследуемых изделий теряли окраску при стирке, воздействии пота, а также от сухого трения. Ну, кто-то же сидел вот так. Самое все интересное, что там есть краска. Сухо терты, понимаешь, сухо терты. Я почему-то никогда не думал, что носки... Таким образом, к рейтинговой оценке были допущены только два образца, произведенные в Китае торговые марки. Ну, не важно. Неожиданно. И образец, предоставленный московской компанией, тоже неважно какой. Ожиданно. Да. Первый образец с ценой 190. А остальные кем были предоставлены? Не знаю. Таиланд, Челябинск, да. Прерывайте, Салдару. Горчич пришел. И? Пушка. Так мы программу пишем уже? Да. Не, ну это нормально. У нас в программе всегда какой-то бардак происходит, это нормально. Ну и все. Георги, что вы панику наводите? Не сказали панику, Георги. Паш, что делать будем? Пишемся. Народ, пишемся. В этом наша фишка. А, и пишем дальше. Пишем пухро. В общем, ладно. К нам приходили гости. Пофиг, пляшем. В общем, первый образец с ценой стоил, точнее, 197 рублей, который первое место, второй всего 15. Саша, вот ты занудно это расскажешь. Ты понимаешь, романтики в тебе нет. Ты представь, как это было, да? Вот эти московые сомелье, да? Стоят они так и так. 75-ый год. А, хочешь? Вот, ни разу не мылся вообще никогда. На мне сейчас носок за, вот, который второй. Не надо мне, пожалуйста, носки ваши пока-то. Я не носковой сомелье, это в Красноярск, пожалуйста. Носковед. Я, между прочим, из-за этой проверки вот без носков сейчас сижу. Ну, он уже без носков сидит. Он единственную свою пару отправил. Да, на проверку. Они твою занюхали, все ясно. Поймите, пожалуйста, здесь есть еще один аспект, он юморной, да? Вот это носковое сомелье, вот это хихи на уровне носков. Что, типа, носок достаточной степени грязности, он пахнет, но не существует. Но, второй-то аспект, на самом деле, абсолютно реальный. Кто-нибудь когда-нибудь одинаковую пару черных носков после спирки находил? Вообще, когда-нибудь? После спирки находил кто-нибудь когда-нибудь? Да, никто никогда. Оговорочки по Фрейду. А ты, кстати, вот никто из вас не обратил внимание на один момент. Я его в самом начале прочитал. По итогам проверки семь из девяти пар. То есть, одну пару они где-то благополучно потеряли еще до начала проверки. Вот. То есть, не 10. Кто-то просто идеал. Кто-то пришел без носков и говорит, о, кайфово. О, носки лежат. Пойду. Да, бывает. Они говорят, что это лабораторный образец. Вы смотрите. А в итоге к чему это все ведет? Мужские. Это ведет к беспределу. К анархии в обществе. Ты понимаешь? Это рушатся мировые устои. Ты посмотри на этих людей, у которых нет ничего святого. Даже мужских носков. У меня возможно, что это просто чей-то заказ, мне кажется. Это заговор. Заговор. Ты мелко мыслишь. Вот они всем мелко мыслили, вот этот тоже мелко мыслит. Заговор. Мировой заговор. А я объясняю почему. Вот женщине попробуй чулки не так сделать. О, они тебя затаскают везде. А нам мужикам все равно. Мы что надели, то надели. И вот рептилоиды, масоны, вот эти все, они через мужские носки воздействуют. Пробощают, да? Все, снимай носки. Да, снимай носки и отдавай на проверку срочно. Все, да? Вы закончили? Не, ну я могу еще долго продолжать. Про носки я могу говорить бесконечно. Бесконечно. Переносимся от носков к не менее пахучей теме. Да ладно. Куда уж пахучей. А я тебе сейчас расскажу. Давай, давай. Министерство культуры Пермского края в этом году не станет поддерживать фестиваль «Веселый коровяк» в селе Крылово. Как так? А объясняю, что за такой веселый? Ты из веселого коровяка, как я жить-то буду? А такие, праздник «Веселый коровяк» это традиционное метание коровьих лепешек в прикамье. Главное, у меня в голове, ты посмотришь, я не знал, но у меня в голове именно это сложилось, как они берут эти лепешки и метают. Горяченькие, тепленькие. Они как дискомол их кинают или вот можно как ядро. Толкатели. Или правило толкателей коровьих лепешек. Самое интересное, что это веселый коровяк. Те, кто здесь кидает, они веселые. А с той стороны грустный коровяк, который ловят. Их-то праздник не отменили. Вилабаджа и Вилариба. Их-то праздник не отменили. По-любому грустный коровяки оставили. Нет, праздник-то не отменили. Просто Министерство культуры его поддерживать не будет. Это будет бесплатный коровяк. А знаете почему? А до этого поддерживал. Самое, что интересно. В прошлом году. Министр культуры приходил и принимал участие. Возможно даже говорил или кидал первую лепеху. Открывая юбилейный коровяк. Итак, в честь 10 юбилейного коровяка я сам лично запускаю эту лепеху. Лепеха там какая-то. Царь лепеха. Царь лепеха. Царь лепеха. Министр лепеха. Министр лепеха. Ну это лютое. Лютый праздник сам по себе. Откуда он берется из стоки. Это интересно. Министерство культуры это респонсировать тоже интересно. Ну было когда-то. Сейчас они отказались. То есть они видимо решили выбрать между пенсиями и коровехами. И все-таки скрипять сердцем. В прошлом году, когда Министерство культуры Пермского края все-таки поддерживало этот конкурс. Все-таки. Все-таки, да. В рамках фестиваля. Министр культуры был взят в заложники, им пришлось коровехами. Во-первых, в него видимо попало. Ну как бы. Ручили оформить это официально. Правда. Все равно в тебя попало. Напомним, в прошлом году в рамках фестиваля прошло метание коровьих лепешек, гонки на мотоблохах, садовых тачках, забег с коромыслом и другие шуточные конкурсы. Финансовая поддержка такого мероприятия со стороны регионального Минкульта вызвала резонанс среди блогеров и федеральных СМИ. А, собственно говоря, что такое? На поддержание хороший праздник. Людям-то весит. Не, вот я за короля. Люди хотят покидаться там, поездить. Главе ведомства пришлось даже объясняться в прошлом году. Он говорит, дело ведь не в метании какашек, лепешек. В других местах метают предметы из окон и убивают людей, говорит министр культуры Пермского края. У него логика вообще не есть. Посмотрите, что такое из себя представляет карнавал и так далее. Еще три страницы министерского текста. Отмазок, понимаешь? Он просто испугался троллей. Три страницы отмазок. А вот в Испании быков убивают, да? Он испугался троллей просто, которые на самом деле информационными какахами его закидали. А вот, кстати, я бы все-таки, вот здесь, это исконнее приматовское поведение. Все приматы в неволе кидаются какашками. Ладно, давайте не будем деградировать, предлагаю к следующей новости. Кидаться больше нечем практически. У нас и так в программе хватает подобных новостей и без упоминания. Я просто скажу про те фестивали, которые министерство культуры Пермского края будет поддерживать в этом году. Итак, кроме, поддержат сельские праздники, например, фестиваль «Калач Гомицкий» в селе Гомицы. В конкурсной программе турнир по поеданию калачей, конкурс частушек за кренделим по-гомицки и многие другие конкурсы. И кидание кренделей. Они в любом начинании кидаются. Кидаются. Это у них главное, да. Веселые пермики. Хорошо, давай, следующую. Дальше. К серьезной новости. Все, пахучие остались. Да, все. У нас теперь только серьезная программа, теперь только все серьезно. Я теперь молчу. Власти Владимира. Не того, который Владимир Ильич, а просто город такой. Было бы странно, что у него есть свои власти. Власти Владимира – это в смысле Россия? Города. Город. Власти города Владимира. Признали, что асфальт в городе не приживается. Никак, да? Не дали регистрацию ему. Мэр Владимирович. Выписали асфальт так. Прописан. Асфальт у нас почему не прописан? А он не получается, его же кладут-то не русские. Не приживается. Не приживается. Не местные он. Не местные асфальты. Не местные асфальты. Они пытаются вот эту культуру асфальта как-то там посадить, чтобы она прижилась, ухаживают за ней. Плевают. Не приживается асфальт в городе. Им надо коровяком туда прикладывать, чтобы приживать. Или просто коровяк. Коровяк власти. Мэр Владимира Ольга Деева утверждает, что городская земля... Мэр Владимира Ольга? Да, мэр Владимира Ольга. Это уже странно. Мне кажется, вот это и есть новость. Изначально, что мэр Владимира Ольга. Для Владимира это не новость, что у него мэр. А мэр Ольги Владимир, я так понимаю. Мэр Владимира Ольга Деева утверждает, что городская земля отвергает асфальт, который, как шутят горожане, сходит с городских магистралей вместе со снегом. И чиновница вот на специально организованном Вече... Ну, город-то древний. У них там до сих пор Вече еще. У нас хурал, у них Вече все нормально, мне кажется. Да, чиновница на специально организованном Вече заявила, не приживается у нас асфальт, отторгает его земля. Прямая речь. Отторгает его земля русская! И не место этой антихристической гладкости на дорогах наших. Бусурманской. Египет в Гейропу там, в Америку, а у нас здесь искренне яма. Должна быть скоровякой. Да, скоровякой. И этот... Издревле была. Да, издревле. И Прохорыч пьяный лежит тут же бородой в луже. Асфальт решили наложить, извините меня, пожалуйста. Говорила вам, не приживется. Не приживется асфальт. А вы говорите, давайте финансирование туда федеральное. Сколько денег зря вбухали. Сразу миллиарды. Ну я две тысячи-то положил, а остальное вон, коровник строить надо. Мне кажется, у них специалисты не приживаются или... Они все не приживаются. Во Владимире, да. Мэр тоже не сильно приживается. Специалистов бы этих в асфальт закатывать. Мне кажется, им нужно просто как-то переименовать город во Владимир Владимирович, например. И сразу все приживется. И все приживется. И асфальт приживется. Понимаешь, это будет первый город с отчеством. Да, да, да. А не приживется, фамилию придется будет добавить. Вот он может быть сегодня, да? Город с отчеством, это сильно. Нас уже надо выкладывать в эфир, ты понимаешь, практически. Пора уже, да. Пора уже. Надо снимать это все. А у нас есть город Дмитрий. Не знаю, но думаю, появится в скором времени. В скором времени появится город Дмитрий. Нет, должен быть. Должен быть. Должен быть. Ну там вообще в городе Дмитрий все всегда хорошо. Денег нет. Но все хорошо. У всех настроение хорошее. Все держатся, да. Откуда-то. Откуда-то. Или за что-то. Ну, дай бог у нас в городе будет приживаться асфальт. Едем дальше и далеко от земли не уходим. Но земля теперь не русская, а венгерская. В Венгрии прошел первый конкурс по скоростному рытью могил. О, как сильно. Да. Национальная ассоциация кладбищ... Национальная ассоциация? Национальная ассоциация кладбищ... А, да. По скоростному рытью могил. Нет. Национальная ассоциация... All over the world association. Начну я или нет? United of the... Пояса, знаешь, выходят. Могил... По версии ассоциации. Да, да, да. Национальная ассоциация кладбищенских организаций Венгрии провела в городе Дебритсен первые национальные соревнования по рытью могил на скорость. По условиям конкурса... Кто сам себя закопает быстрее? Это же не армия России, где надо сам себя быстрее закопать. Они там католики или насколько... Сколько у них в глубину могилка-то? По условиям... Ну, я вот читаю. По условиям конкурса могильщикам пришлось вырыть по яме 200 на 80 сантиметров глубиной 160 сантиметров. Рыли могилы бригады по два человека. 160 маловато, да? Католики, значит, они католики, походу. Да? Ну, по-моему, да. Причем в сообщениях венгерских изданий отыскать результаты конкурса не удалось. Ну, понятно. Качественные ребята... Закопали их туда. Да. Рейтерс утверждает... Рейтерс вообще никто не знал, если бы следователи не нашли одного из свидетелей. Рейтерс утверждает, что двое местных жителей выкопили могилу менее чем за полчаса. Тогда как отстающие бригады работали почти час. Ты понял, да быстрые какие ребята. Ну, так у них опыт я видел. Не впервой. Не впервой, да. Не впервой. Это, видимо, многоборье, да? Пятиборье такое. Там стрельба на скорость вот это. Таскание мешка по переносящей местности. Да, да. Вот это управление автомобилем. Погрузка мешка в багажник. Погрузка в багажник, да? Погрузка в багажник, да? Уход от полиции. Да, да. И, в конце концов, это вот многоборье. Скоростное. Скоростное ручье могил. Борьба с совестью, да? Что же делать? Да, вот это, по-моему, вообще даже не входит. Это внеконкурсная программа. Это внеконкурсная программа. Факультативная такая. Да. Да, да. Теперь победители отправят на международный конкурс с участием коллег из Польши. Олимпиада. Слушайте, ну, мне кажется, это должен быть олимпийский вид спорта. А мне кажется, вот у вас… Это вот те, кто после десятого занимают… Место. Для них новая дисциплина. Да, сборная Северной Кореи, они сразу, не заняв призовые, начинают участие в конкурсе по заслухе себе могил. Посмотрите, вот спортивная традиция, это вообще хорошо чем? Вот сейчас молодежь, она совершенно забыла традиции. Помните, в 90-х вот эти пятиборья быстро раз, быстро выкопал… Ой, ой, ой. Быстро закопал, да? Хорошо, что ты быстро пьешь. Вот это все, быстро выпил, а? Сразу же. Быстро выпил. А сейчас-то… Я же тебе говорил, не наливай ты ему, ну что ты… Сейчас-то молодежь не знает, как вот это надо выкопать. Они даже не знают, у них труб… С их интернетами. Да, они в интернете… Гугл, где закопать труб, да? Слушай, мне там посоветуют, там очень много всяких форм. Ну, там насоветуют, ага, там насоветуют, советчики. Окей, Гугл. Ты, пока свой первый труп не закопал, в общем-то, не специалист по скоростному вырыванию могил. И это говорит адвокат, друзья. Да, да, да. Напоминаем, Виталий Ханихов – адвокат, можно к ним обращаться. Да. Адрес потом… До сих пор на свободе. Да. Рекомендации, ты понимаешь? Рекорта, можно сказать. Понятно. Вот, я тут нашел еще одну новость про… Не так, что суд выиграем, да? Но… Закопать дело закопаем, да. Да. Но дело… Еще одну новость про Пермский край нашел. Телефон еще свой. В Пермском крае… На этой неделе Пермский край вообще прямо… Жжет. Жжет. В Пермском крае в день запрета продажи алкоголя был побит рекорд по числу пьяных. В день продажи алкоголя? В день запрета продажи алкоголя. А, в день запрета продажи алкоголя. Да. Это флешмом, понимаешь? 28 мая… Ну, это те, кто… Вся страна… Да, 28… Перформанс. Нет, 28 мая. Вся страна, в том числе и Пермский край, отмечали день пограничника. Пермский… А. Нет, они день пограничника отмечали. Это и есть день запрета продажи. В этот день была запрещена реализация алкогольной продукции в Перми. Однако в этот день в больнице Лысевой поступило рекордное число нетрезвых людей. Ну, это, мне кажется, просто протест против властей. Мне кажется, флешмоб, да. Внутренний, протестный… Анархически настроенные партии… Нельзя запрещать людям всё подряд. Вот когда вы запрещаете, надо разрешать людям. Вот ты придёшь к человеку, а разрешай выпить тебе бутылку водки. Что он выпьет, что ли, сразу? Да нет. Он же сделает, русский же человек, он же сделает всё наоборот. Да. Он просто не скажет, я отказываюсь вообще. Да, я эту вашу водку купить не буду. Это как? Он запрещает торговать алкогольной, но всё в Черноже идут, далеко, едут, ищут, где можно купить какой-нибудь магазин там, где-нибудь в районе. Вот видишь, мы наконец, вот все вот эту загадочную русскую… Покупают и выпивают. Душу… А скажи, что… Пей на здоровье. Да. Он же даже из дома не выйдет. Видите, мы нашли вот этот… Ты такой, как это? Как это? Государство разрешило, а я пойду делать. Ничего себе. Это… Что я с государством пришел заодно? Держи русской души нашли. Да, да, да. Мы же сейчас можем управлять государством российским. Мы выйдем и скажем… Прям отсюда? Да. Чиновник, бери взятки. Взял немедленно, не менее восьми взяток в день. Он сразу такой… Не, ну а что я взятки буду брать? Меня заставляют… Ты дурак, что ли? Меня заставляют, что ли? Ну, вообще, это всё такое… Всем разрешали. Да. И в полицию. Ну-ка, не расследуй преступление. Сиди тут жри пончики, бухай водку вообще, бери взятки, трахай проституток. Ну вот так… Он такой сразу… Не, я это делать не буду. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ты понимаешь? Лучше пойду людей позащищаю. Лучше пойду людей позащищаю. Да. Собственно говоря, в Карелию переносимся. И вновь… Пошли не трезвого. У меня это просто голодок. Оставляем Пермский край приходить в себя после Дня Пограничников. Вот поэтому-то я думаю… Асфальт не приживается. Больше… Нет, это… Асфальт не приживается в другой… А, пьют-то… Это во Владимире Владимировиче. Да. В Перми пьют так сильно, что асфальт во Владимире не приживается. Нет, в Перми пьют так сильно, что там… Что еще-то там… А, у меня все уже… У них асфальт во Владимире не приживается. В Перми… Там было… Знаешь, что там было… Коровяк отменили. Веселый. Вот поэтому-то я отменили. С горя-то один. Подожди, не отменили, а Минкуль поддерживать не будет Коровяк. Ну ладно, хорошо. Там все нормально, спонсоры найдены, праздник состоится. Коровяк не бросят вообще. Не, бросят. Коровяк бросят, праздник не бросят, коровяк бросят. Жители Карелии жалуются. Ну, собственно говоря. Как всегда. Нам жалуются, да? Вся сегодняшняя передача, что кто-то где-то жалуется. Все жалуются. Жители Карелии жалуются, что из-за плохих дорог покойники подпрыгивают в гробах. Ага. Из-за плохих дорог. Кто это? Подпрыгивают и матерятся, и говорят, ты ж твою живу. Бьются головой об крышку. Это комиссия, видимо, да? Глава Карелии пообещал в ближайшее время разобраться с проблемой плохих дорог, ведущих на кладбище Вилги и Сулажгори. Накануне на их критическое состояние в ходе прямой линии с губернатором, пожалуй, жительница поселка Мелиоративный Прионежского района. Как-то вот все сложно. Вообще. Нелегко. Вот жительница говорит, когда будут отремонтированы дороги, ведущие на кладбище. Ездить невозможно. Покойники подпрыгивают в гробах, пока их везут до места захоронения. А вот давай, 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 я губернатор. Выпрыгивают и бегут обратно. Мы тобой ролевые игры поиграем. Ты вот будто жительница, а будто губернатор. И я тебе сразу отвечу. И когда? А вот мы вам специально делаем плохое здоровье, чтобы плохое здоровье и здоровье, чтобы вы, Инна Федосеевна, жили долго и счастливо. И на кладбище лишний раз не ходили. Не ездили. Не ездили. В гробах. В гробах особенно. Вот ты помирать-то задумаешься, да? Потом буду ехать, головой буду биться. Где есть власть такая, которая заботится о своих корелянах лучше, чем я? Только в России. Голосуй за Ивана Сидоровича Высун. Нет, Александра Кудилайнина. Александра Кудилайча? Кудилайнин. Кудилайнина. Кто? Он губернатор, да? Да. Он глава Корелии, да. Вот это, мне кажется, тот момент, когда глава Корелии подумал, да, вот даже после смерти меня решили достать вообще, а. Сволочь. То есть живые, это ладно. Вот еще живое слово будет. Нет, вот живые, ладно, достают. А, эти ребята, жалые. А эти вот еще и после смерти. А им что там делать-то? Лежи себе, пиши эти записки страти. Нет, я так понимаю, там синищики-то. Ты пока по дороге к месту ты уже начинаешь писать. Да, поэтому в Москве на кладбищах Wi-Fi ставят бесплатный, чтобы сразу госуслугами, чтобы можно было воспользоваться. Ну что такое? А здесь приходится писать от руки. Да, но все это как-то... Темно. Все это, конечно, грустно, ребята, да. А есть посветлее, но... Мораль-то какая-то есть. У нас осталось пятница 13 сегодня. Нет, у нас осталось сегодня, во-первых, понедельник, шестое. Все, давайте. У нас осталось... Посветлее, посветлее. Да, самая светлая новость осталась. Вода кончилась. Я ее потерял. А, ну и да, и вода кончилась. А, вот, новость, новость, новость. Все, нашел, нашел. Внимание. В Нью-Йорке одиноким женщинам... Зажигалка. Подожди, спички детям не игрушка, так у нас... Покупайте зажигалки. Да, пожарок. Пожарок. В Нью-Йорке одиноким женщинам предлагают возможность обниматься с мужчиной. О-о-о, это круто. Безусловно? Не-е-е-е. Вот это, друзья, Америка. Вот умеют зарабатывать. Капиталистический аскал, знаешь. Да. Женщины платят 80 долларов в час за услуги, чтобы... В час? В час. На 65 кто-нибудь умножит быстренько? За услуги, чтобы быть профессионально обнятыми. Мне кажется, я профессионально не только обнять могу. А я знаю. Я за 80 долларов много чего с человеком могу сделать за час. Я тебя уверяю. Дешевка. Нет, нет. Так в том-то и дело, что... Так я и бесплатно. Мне кажется, за 80 только обнимание. Все остальные услуги, они гораздо дешевле стоят. А обниматься профессионально. А, это чтобы сдерживать себя во время. Ты вот обнимаешь и помнишь. А, 80 долларов, 80 долларов. А потом знаешь, а хрен с этими 80 долларами, да? Я иначе лебас, согласен. Сервис популярен также среди замужних, женщин, мужья которых слишком заняты, чтобы обеспечить необходимую им любовь. Например, 41-летняя Саския Фредрикс использует услугу чуть больше года, потому что она видит своего мужа несколько дней в месяц. Ее муж полицейский и живет в другом городе, работает вахтовым методом. Тоже с кем-то там обнимается. Да, мой муж находится в патруле, и мы не живем вместе, пишет Саския. Потому что я нахожусь здесь, в Нью-Йорке, а он там, в Коннектикуте. Я на 99% уверенно, там, червячок сомнений все-таки ее точит, что он не ревнует, потому что мы вместе проверили... Я даже знаю, что это червячок ее точит. Потому что мы вместе проверили эти объятия и поговорили с ним об этом. Вот именно потому что у ее мужа червячок, она и обнимается другими мужиками. Да, это ощущение... Червячок не точит. Вы двое можете любую светлую новость опоршлить, сволочек. Слушай, товарищи, товарищи, две минуты до конца эфира, я сейчас начну мораль читать. Давайте, итак, сегодня... Нет, подожди, нет, да? Нет, нет, ты не начнешь читать мораль, потому что две минуты на мораль тебе слишком много. О, нет, мне даже... Бизнес-объятие быстро растет, там работают более 40 профессиональных обнимальщиков, выполняющих... Где они учились вообще на вот эту профессиональную обнимальщику? Выполняющих более 200 заказов в неделю. Кто их учит там? Институт обнимашек. Ну, то есть, сколько там лет учиться надо, там, 3, 5, 6... Ты что, там же еще ординатура, аспирантура, вот эти вот все моменты, повышение квалификации. Да, повышение квалификации. Особенно сложные случаи обнимания, да, из-под выпердверта так обнять вот эту вот... Вот так ты обнял, вот так обнял. Так, а мне... Начально-то запускают тебя в комнату... Там за шею... Целый час ты просто обнимаешь человека. Это, знаешь, это лучшая работа для панды. Для ленивца, это вот те, которые деревья обнимают. Да. А дипломная работа тебя запускают в эту камеру, где вот эти все-таки сидят, да. Тетки такие. Ты должен их обнять, такие тетки злые. Выходишь, а они все-таки довольны. Дипломная работа тебя запускают в комнату, да, где паспортистки такие российские сидят. Или эти, которые... И почта России, и телефонистки. По-низке, регистратура из больницы. Самое главное, это обнять так, чтобы следов не осталось обнимания. Синяков вот этих приверных. И на тебе. И на тебе в том числе, да. Но тебя-то, наверное, в костюм одевают какой-нибудь. В латекс. В специальный, да? В латекс. В латекс. В латекс. В специальный костюм латекс. Не дай бог. Не дай бог. Латексная обнимашка. Так вот, товарищи. Давай, мораль. Мораль всей программы закова. В конце передачи. Впервые на нашем канале, в нашей программе мораль. Если эти замолчат, то я наконец смогу прочитать мораль. Представляете, вы больше никогда не увидите. И до этого вы не видели, как Виталия читает мораль. Однако сейчас не увидите тоже. Да. Так как у нас остается 30 секунд до конца. Делаем все возможное, друзья, чтобы он этого не смог сделать. Они очень сильно стараются. Мораль. Мораль следующая. Вот. Не переключайтесь. Потому что сейчас будет мораль. Ни в коем случае, друзья. Да. Сегодня мы многое узнали, товарищи, да. Самое главное, мы узнали, как цены для человека обнимашки. Что за это могут отдать 80 долларов в час. И когда вы идете обниматься со своей мамой. Или со своим папой. Бесплатно. Или со своей женой. Вы всегда должны потом думать и прислать человеку счет. Понимаешь? Саша аж поплохел. Он поперкнулся после фразы обниматься с женой. Нет. Я после фразы счет. Потому что жену я очень часто обнимаю. Время. Конец. Ведь она же смотрит эту передачу. Тебе предъявят, что ж ты не обнимаешь. Нет. Я ее просто очень часто обнимаю. Да. Что ж ты не обнимаешь. А вот. И еще. Если кто-то все-таки заинтересован в сервисе. Допустим. За 80 долларов есть симпатичная девушка. Я могу обнять. Ну что? Правда? Я специально. Бомжа. Он придет. Звоните. Пишите те, кто хочет обняться с женой. Я сказал симпатичную девушку. Симпатичная девочка бомж. Симпатичная девушка. С 80 долларов. Ты смотри. Сколько у нее знакомых бомжей. Он каждый раз мне кого-то предлагает. Все. До встречи на следующей неделе. Я надеюсь. Всем пока. Ну мы тоже надеемся. Да. Все это снимаем. Виталий-то прям должен вообще прям молиться, чтобы увидеться на следующей неделе. После всех его фраз. В сегодняшней сказанных. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Виталий-то прям